Наблюдательское движение было представлено голосом, было представлено противными наблюдателями из других регионов. В принципе, ни одного сообщения о том, чтобы кто-то был недопущен, кто-то был удален, по отношению к кому-то была какая-то агрессия на УИКов в Петрозаводске не было. Стороны УИКов было вполне квалифицированное в юридическом плане, доброжелательное очень отношение к наблюдателям. Мне кажется, что в сравнении с многими предыдущими выборами ситуация меняется в лучшую сторону. Как оцениваете работу Центральной избирательной комиссии? В информационном плане на оценку отлично. Они, мне кажется, делали много вещей так, как нужно было делать именно для избирателей Карелии в 2017 году. Их информационная кампания, в том числе в интернете, в плане наручного оповещения в Петрозаводске была лучше, чем кампания, которую проводили некоторые кандидаты. Ну или вообще практически все кандидаты. Мне кажется, что не нужно было продлевать время голосования до 10 вечера, потому что там практически единицы пришли, и это какой-то минус. Но в целом кампания была хорошая, она была ориентирована на высокую явку. Но явки высокой не случилось. Почему? В принципе, я бы вот так спонтанно с колес назвал бы две причины. Первая – это потому, что апатия избирателей переходит в антипатию. Они понимают, что выборы – это не выборы. Им не нравится тот список кандидатов, которые представлены в избирательном бюллетене. И явка последовательно снижается в Карелии от выборов к выборам каждый год. И второе – это ошибки стратегического плана, которые были совершены предвыборным штабом, технологическим штабом основного кандидата, кандидата от партии власти, которые ориентировались на сушку явки. Они полагали, что чем ниже явка, тем больше вероятность того, что административно-зависимые избиратели предсказуемо проголосуют. Вот эти два фактора – они соединились, и результат вот такой, который мы имеем. Но примитивно ко второму, чтобы оценить действие технологического штаба основного кандидата, здесь удалось дождаться буквально двух часов, чтобы посмотреть, насколько это было правильно. Продолжение следует...